Вообще, после этого интервью особенно приятно его спрашивать, когда твоя персона здесь вообще много внимания уделяет, на площадке было то же самое, чувство на себя какое-то повышенное внимание остается? Ну, даже не знаю, не сказал бы, все-таки это были австрийцы, и сложно сказать, нет, наверное, не сказал бы, что повышенное внимание на льду было. Ну, с трибуны вообще возникало такое желание, что, когда входили в зону, ты как-то сягивал на себя внимание двух защитников, что давало больше пространства к тому, что Тарасенко как бурмистр. Ну, может быть, раз трибун так казалось, но, опять же, я не знаю, в первом периоде несколько раз, да, как бы возили на бросок, может, после этого немножко почувствовал, что стали чаще оставаться со мной. В первом периоде у тебя был такой интересный момент, где ты два раза бросал с угла и два раза шею не прошла. Что там произошло? Ну, первый раз попал в шлангу практически в февроту, а второй раз бросал с хода, попал в голову. Вообще, попал бы за этот раз уже, сколько, два раза в голову попал, да? В эту игру, да. Да, последний раз, когда такой был трибунчик? Да, вообще редко бывает, чтобы в голову попадать, там, на те же переклайны, но, чтобы два раза в игру в голову, очень редко. Ну, на тренировках, я знаю, игроки есть попадать в вратарьев шлем, они приняты извиняться. Такой матч это принято или не принято? Я как раз не планировал извиняться перед ним. Вообще, австрийцы чем-то удивили, или аутсайдер он и есть аутсайдер? Ну, можно сказать, что довольно жесткая команда, опять же, и, ну, я бы не сказал, что прям аутсайдер. Довольно хорошо организованная команда. А почему, что в третьем периоде началась такая вообще чехарда с удалением? То вы удаляете, то они удаляются. Ну, что-то, может быть, немножко где-то расслабились, или еще что-то, все-таки били довольно уверенно. И, опять же, первая игра, то есть, я считаю, это абсолютно нормально. Ну, сложилось впечатление, что вообще вы взбились только после того, как вам забили гол. То есть, когда забили, они первую шайбу отыгрались, у вас действительно понесло вперед, а после этого, как-то уже поняли, что, наверное, выиграли и стали доигрывать матч. Такое было или все-таки нет? Ну, странные, наверное, видни, все-таки, МК играли, как-то не думали об этом. Ну, наверное, там, уж, конечно, тебя пропускаешь, там, на самом деле, пропустили в меньшинстве, то есть, там, обидный гол там получился, добивание, и, ну, конечно, сразу ребята разозлились, унеслись вперед. А в третьем периоде такая игра получилась помедленнее, потому что уже стали уставать, и бесконечное количество ударений, все-таки тебя пропускали и меньшинстве, и большинстве первым звене очень часто играл. Ну, да, наверное, так же, как бы, действительно, устали, там, уж много играли, два звена, генеральный состав, уже тяжело было, конечно. Ну, я думаю, все, большое спасибо. Пожалуйста.